Ребенок рождается, и первое отношение, которое он может осознать, это отношение с родителями. Нас не учат быть родителями. Точно. Начнем с этого. Нас не учат выстраивать отношения, когда мы детей ругаем за что-то, мы им транслируем, что они такие же неудачники. А если пили, если били, все то же самое? Когда человек принимает и понимает, что он сам выбирает родителей, на корню просто убирается позиция жертвы. У родителя, у самого нет личных границ, он не ощущает и чужие. В комнату без стуков ходить, например. Я позволяю своим детям на себя злиться. Нужно научиться слышать своих детей, не думая, что они какие-то глупые. Я вечно куда-то спешающая мама была. Обрати на меня внимание, как еще тебе просигнализировать. Важно показывать ребенку, что ты можешь совершать ошибки. Как принять в детях те черты, которые нас не просто не устраивают, а раздражают иногда. И это есть. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Женщины. Меня по-прежнему зовут Ольга Чебыкина. И в студии эксперт, который вам уже полюбился, Ирина Евдокимова, коуч по отношениям. Начинаем с себя и далее. Дети, мужчины, родители. И, конечно же, деньги. От них тоже никуда не денешься. Я раскрою нашим зрителям секрет, что когда мы с тобой к эфирам готовились, изначально тему сепарации от родителей, прощения родителей, такую, казалось бы, избитую, даже не хотели брать. Но когда разбирали жизненные ситуации, разные причины следственной связи, так или иначе возвращались к теме родителей. Скажи, пожалуйста, не преувеличена ли эта проблема? Знаешь, у меня на канале не принято обсуждать. Был герой, который рассказывал, что духовность – это рынок. Что рынок травм все время обновляется. И в какой-то момент стало едва ли не модным говорить, что все проблемы из детства. Давайте разберем отношения с родителями. Ты как специалист. Как это видишь? Приветствую тебя, Ольга. Приветствую зрителей канала. Как ты уже успела подметить, отношения в нашей жизни начинаются у нас с отношений с собой, казалось бы. Но ребенок рождается, и первое отношение, которое он может осознать, это отношения с родителями. Почему важно принимать родителей и прощать их? Ведь принятие – это не только про прощение, это про истинную любовь к родителям. Принятие – это есть любовь. Принятие – это я принимаю тебя таким, какой ты есть. А если не принимаю, здесь идет борьба. А через борьбу гармоничные отношения выстроить вообще нереально. Ни с собой, ни с другими. И в этот момент ты не принимаешь родителей такими, какие они есть. И как бы говоришь, я не ваш. То есть и не принимаешь автоматически в себе эти черты, которые в тебе проявляются. Ты их начинаешь подавлять, говорить, я не такой, я другой. Есть другая история, когда родитель такой на пьедестале. То есть наоборот, с одной стороны есть отрицание, а с другой стороны родители. Это чаще всего родитель, который транслировал себя идеальным и много ругал ребенка за то, что какой он не такой. И ребенок, он хотел бы быть как родитель, но ему никогда до него не дотянуться, потому что выстроена вот такая история про то, что родитель идеальный. И здесь, конечно, вопрос и к родителям, но мы всегда говорим о работе с собой. Поэтому нужно принимать родителей, делая это своей ответственностью. Не приходить к родителю и не говорить, давай-ка ты мне, покажи какой ты неидеальный, или исправься, или еще что-то, чтобы я мог тебя простить. Прощать, по сути, нечего. Это, кстати, очень важный тезис. Я хочу сакцентировать внимание на вот этой фразе про идеальных родителей. Правильно же я помню из нашего разговора за кадром, когда мы с тобой еще готовили эти беседы, чтобы они были максимально полезны. У тебя такое тоже было. Тебе твой сын сказал, ну ты же идеальная. Нас не учат быть родителями. Точно. Начнем с этого. Нас не учат выстраивать отношения, нас не учат быть женами. А в плане родительства я просто делала что-то, что считала нужным, получая свой опыт. Очень хорошо, что у меня такие дети, которые дают обратную связь. Когда я осознала это, он мне сказал, ну ты же идеальный. Я такая, ого, вот это да. И еще там были моменты, когда он говорил, что-то происходит, и он начинает ругать себя. Я неудачник, я такой. Я такая, зачем ты так говоришь? И потом я осознала, что, в принципе, когда мы детей ругаем за что-то, мы им транслируем, что они какие-то не такие. Что они такие же неудачники. И здесь опять же возвращаемся к принятию себя через принятие родителей. Начинается все с этого. Я принимаю себя таким, как есть. Это как раз про любовь к себе. Я не борюсь ни с чем. То есть вот у меня вот такое вскрылось. Я не идеальная мать. И я это принимаю. Вообще идеальных нет, по сути, потому что нимбосветящегося я пока еще ни у кого не видела. Я тоже. И здесь все исходит из ключевого, базового непонимания вообще того, кто мы и как мы в этот мир приходим. Потому что когда наши мысли формируются на том, что я не выбирал родителей, я пришел сюда и попал в эту среду чисто случайно, я сразу становлюсь автоматически жертвой. Жертвой среды, жертвой обстоятельств. Но когда человек принимает и понимает, что он сам выбирает родителей. И на этом, почему я с этого начинаю работу чаще всего, потому что с этого строится мышление человека. Здесь на корню просто убирается позиция жертвы. Ты изначально уже с момента рождения становишься автором своей жизни. То есть ты не жертва обстоятельств, ты не жертва этого всего. Ты сам это все выбрал. Вопрос зачем? История с принятием родителей как раз подводит к тому, чтобы делать выводы о себе. Если тебя что-то задевает в плане родителей, или ты думаешь, что что-то было тебе во вред, важно смотреть с другой стороны, что тебе это дало, что тебе дали именно эти родители. И нужно глубоко осознать эту мысль и с ней не спорить. Это же бессмысленно. Но с чего начать? Какая первая ступенька вот в этом важном шаге истинного принятия своих родителей? Первое и самое главное, это освободиться от обид. От груза обид, если они есть. Потому что это груз, который мы таскаем в себе, не понимая, насколько он нас делает тяжелыми. И есть такие женщины, которых называют тяжелыми. Люди хотят парить, а сами таскают себя по земле, не понимая, как их нагружают эти мешки с обидами, которые они в себя вкладывают. В этом плане я очень люблю письменные техники. Для начала нужно выгрузить это все из ума. И мы это выгружаем через письмо. И вот это вот как раз место в терапии, где можно полностью погрузиться в жертву и дать себе волю. Выписать все, что вы негативно ощущали, чувствовали, испытывали какие-то эмоции по отношению к родителям. И здесь можно выливать абсолютно все. Бумага, как говорится, все стерпит. Вы должны писать это письмо. Во-первых, мы его не отправляем. Как мы понимаем, да? Мы просто на бумагу это все выкладываем. То есть все-все-все, что наболело, все, что ты когда-нибудь вот в негативном ключе относительно родителей думал. Все туда. Верно. Потому что, знаешь, это же тоже многим будет тяжело сделать. Я, знаешь, когда вела дневник в юности, я помню, как я сидела и пыталась написать все так, чтобы потом, если я буду читать, ну, не выглядеть там слабой, например. Даже в дневнике я помню этот момент, когда я осознала, что я не могу быть искренна. То есть тут предельная искренность вошла. В первую очередь с собой. Здесь еще что очень важно. Почему так трудно людям и прощать, и вот эта вот история с родителями на пьедестале. Потому что хорошим девочкам и мальчикам нельзя обижаться на родителей. И злиться на родителей. И многие родители это транслируют и не дают. Вот сейчас я пришла к такому состоянию своему внутреннему. Я позволяю своим детям на себя злиться. То есть раньше я такая, как это так злится ребенок? На маму злиться нельзя. А потом после работы самостоятельно с психологами, после того, как я сама это все узнала в плане теории и практики. О том, что выгружать свои обиды очень важно. Не нужно их в себе копить. Это не значит, что нужно пойти родителю и высказать абсолютно все, что у тебя там накопилось годами. Нужно выгрузить это все на бумагу. И это первый шаг. Мы выписываем и проживаем их. И вот в этот момент мы их выгружаем из тела. Даем волю своим эмоциям. Если мы злимся, то мы берем подушку и ее колотим. Вот это вот самый экологичный выход эмоций. Я знаю, даже есть студии сейчас такие, которые разрешают людям за деньги прийти и побить посуду. Да, очень круто. То есть выгружать из себя гнев, если он уже возник. Если обидно и хочется плакать, мы, естественно, рыдаем и даем волю своим чувствам. Здесь очень важно все это прожить в моменте и вытащить из тела. Поплакать, пожалеть себя, погладить себя, разбить что-нибудь экологично, побить подушку, прокричаться, если нужно. Прокричаться. Да, у меня буквально недавно клиентка моя ездила в лес для того, чтобы прокричаться. Рассказала о том, как ей потом стало легко. Да. Прожили. Написали в письме. Все предельно искренне. Прожили все эмоции на уровне тела. Что дальше делать? Дальше в этом письме мы даем хотя бы себе мысль о том, что мы это выбрали сами. И здесь мы прописываем, что это не твое, это все мое и это все для меня. И здесь мы прописываем моменты, в которых мы поступали точно так же. По отношению, возможно, к родителям или к другим людям. Пусть даже это на один процент будет от того, что, например, родитель бил. Бывает такое. Ты пишешь, как ты злился на человека и хотел ударить. Это же тоже мысль уже возникла. И выписываешь все это. Это первый шаг на пути к принятию себя уже. Потому что мы себя очень за многое тоже ругаем. И следующим шагом будет это уже благодарность родителю. Если пока нет, то можно этого не делать. Но важно увидеть, что дало каждое действие родителя, каждое его слово. И каким тебя человеком это сделало. Увидеть в этом силу свою. И поблагодарить родителя. Письменные практики я очень люблю. Их можно использовать абсолютно по отношению к любому человеку. Если у вас что-то поднимается, то вы это выгружаете на бумагу. Потом эту бумагу нужно сжечь и смыть водой. Для чего это делается? Для того, чтобы подключить стихи, которые помогают. Ну, еще плюсом я люблю это объяснять людям, которые во все стихи не верят. Мы представляем, как это все уходит с огнем. И это работает. У нас так мозг работает. Конечно. Это очень сильная метафора. И когда мы смываем водой, мы тоже представляем, как это утекает. И это тоже работает. Понятно, что есть семьи благополучные. Где никто никого не бил, не пили запойно. Но все равно обиды копятся. Вот эта знаменитая шутка, что как бы вы не воспитывали вашего ребенка, ему будет что рассказать психотерапевту. Где-то тебя там за оценку лишний раз поругали. А где-то наоборот не похвалили за твою победу на конкурсе чтецов. С этим еще более-менее понятно. Будучи взрослым, там, 40-летним человеком, я могу понять, почему мою 15-летнюю любовь, там, мама не восприняла как трагедию века. А если пили, если били, все то же самое, то есть это ничем не отличается. И я это выбрала сама, мне это дано было для чего-то. И это теперь тоже моя ответственность, жить свою взрослую жизнь вот именно с этим опытом, с этими родителями. Все делаем то же самое, но что могу сказать, это заблуждение, что проще простить родителя, который мало там чего-то плохого такого сделал. На самом деле родителя, который девиантный, его проще оправдать. Поэтому проще именно традиционное прощение применить. Когда идет у нас традиционное прощение, человек все равно остается жертвой. Он как бы сверху, снисходя. Я жертва, которая простила своего обидчика. Так и быть, живи, я прощаю. И здесь идет история про гордыню. Мы свысока прощаем, все равно оставаясь при этом в жертве. И с позиции традиционного прощения, настолько девиантного родителя, простить гораздо проще, потому что это свысока, чем того, который чего-то там немножко не додал. Я могу сказать, что обижаются на то, чего-то наоборот дал лишнего. И у меня вот как раз в плане обиды, наверное, была где-то излишняя забота обо мне. И я так из этого пыталась постоянно вырваться, считая, что мне это не дает развиваться. У всех абсолютно разные причины для обид родителей. И та практика, которую я применяю, помимо письма, она очень помогает справляться с гордыней как раз. Она не то чтобы ломается, но она преодолевается. И это очень тяжело. И эту практику сделать одному невозможен. Очень важна именно живая энергетика и присутствие человека рядом. Поняла. Спасибо большое, что ты меня поправила. Это очень важно. И я же сужу с бытовой точки зрения. Кажется, простить, что тебя не отпускали на дискотеку, когда тебе важно было быть с друзьями, например, да, проще, чем то, что тебя бил. Но ведь ты права ведь. И я разговаривала с девчонкой, она тренером работает для детей из интернатов, неблагополучных семей. И она говорила о том, насколько для этих травмированных, избитых, брошенных детей их родители являются хорошими иногда. Иногда нет, то есть агрессия такая явно идет. А иногда они готовы во всем их оправдать. То есть мощные защитные механизмы, да, срабатывают психологически. И ты думаешь, ну понятно, вот она же пьет или там есть же плохо. Папа ее бросил и поэтому. Вот поэтому мама у меня алкоголик. Очень важно. Все. Все ваши обиды и все поступки ваших родителей, они одинаково значимы потом и для вас, и для них. Поэтому мы тут не будем никакую градацию выставлять. Отлично. Да, это очень важно, что обратили внимание. Еще что важно отметить, когда я активно начала говорить об этой теме в социальных сетях своих, мне женщины начали писать, а как простить таких подонков. Причем писали психологи. То есть в людях столько боли, да, была девочка-психолог, которая писала, которая много лет в практике, в гештальт, по-моему, терапии. И она писала такие вещи. И все это складывается еще из того, что классическая психология, она не предполагает вот эту историю про то, что мы родители выбираем сами. В это можно не верить. Но я могу с большой уверенностью сказать, что пусть лучше обмануть себя так. Из этой позиции жить гораздо легче, нежели из позиции, что ты жертва обстоятельств и еще чего-то. И переваливать постоянно за всю вину на других и нести этот груз. Вот что самое главное. Вот это предположение, что я сам выбрал своих родителей, оно облегчает жизнь и снимает огромный груз, просто огромный пласт с твоего внутреннего и внешнего тоже. Расправляются плечи, тебе легче дышать, потому что ты себя этими обидами не сжимаешь, а тело сжимается, соответственно, на это все. Защищайся от мира, который ты не выбирал, в который ты случайно попал просто. Мне очень нравится вот этот параллель, потому что если с тобой случилось или так сложилось, то есть ты просто жертва обстоятельств. Ты объект, а не субъект, тебя куда-то переместили, куда-то закинули в какую-то судьбу, в какую-то жизнь. Если вдруг, даже если вы не верите в это, вы допускаете такую механику, я это выбрал сам, ну тогда совершенно иной, согласна. Скажи, пожалуйста, важно ли потом, вот проделав эти практики, письменные сжигания, смывания, если в оффлайне, например, прошла терапия, как-то потом эту историю продолжать уже с родителями, если, допустим, они живы, с ними это проговорить? По-хорошему, как раз по завершении практики, было бы очень хорошо поговорить с родителем. Поговорить уже не из позиции обид, а из позиции любви. Когда вот это вот все завершается, можно, конечно, проговорить родителю, что я обижался на тебя за вот это вот. Это будет такой большой шаг к вашей открытости. Оправдать самого же родителя в его глазах твоими словами, потому что мы очень часто не понимаем, насколько родители могут сами нести груз вины за то, что они не так поступали, они бы поступили по-другому. Потому что я сама мама, и я понимаю, насколько это отпечатывается сразу. Поэтому, когда ребенок родителю говорит, я в себе этих обид не держу, он облегчает жизнь и родителю в том числе. Когда он ему говорит, я тебя люблю, то он делает огромнейший шаг на сближение, если, например, не было этой близости. А если от родителей там нет отклика, истинная любовь, она может растопить любой лед. Но, коль уж он не плавится и этого нет, можно и не общаться с родителем, если этого нет желания со стороны родителя. Но при этом не нести в себе груз обид. Не осуждать его за его жизнь, не осуждать его за поступки, за отношения к себе, за то, что он не хочет общаться, за то, что он еще, возможно, в позиции ребенка. То, что ты говоришь, абсолютно вторит той же самой важной мысли. Ты хозяин своей судьбы, и от тебя все зависит. То есть ты принял, ты простил, ты любишь. Если на том конце провода или вот сидящий перед тобой человек, или разговаривающий с тобой через дверь не готов, его выбор, ну все, что ты можешь сделать, ты сделал, и ты в этой позиции счастлив, доволен, удовлетворен, ты принимаешь такую ситуацию. Потому что действительно, ты-то проработку проходил, а родителей-то нет. Все, что угодно может быть, и агрессия даже какая-то. Наша взрослость и истинно созревшего человека в том, чтобы быть готовым и к такой ситуации. Еще в чем важно принять родителей, ты перестаешь жить, что-то доказывая им. Вот это вот момент как раз сепарации. Ты полностью свободен от них и от их мнений, ты делаешь то, что ты хочешь. Потому что в этот мир ты пришел не для них, ты пришел для себя. Даже если им это не нравится. Даже если им это не нравится. Люди иногда думают, если я люблю маму и папу, я должен делать то, что им нравится. Нет, я люблю маму и папу, но я делаю то, что я считаю нужным и то, что нравится мне. О, это классно быть взрослым. А жизнь, когда ты живешь, чтобы не расстраивать родителей, чтобы радовать родителей, ты живешь для них. А где твоя в этом случае жизнь? Здесь как раз уходит нарушение естественной системы ценностей, где в центре оказывается сам человек. Почему у нас этого сейчас нет? Потому что мы долгое время жили в таком государстве, в котором призывалось вообще в первую очередь любить родину, а потом уже все остальное жить ради родины. И поэтому у нас все перевернулось с ног на голову. А здесь важно сначала я, потом идет любимый человек, партнер, муж. Только потом идут дети, а после детей идут родители. А у многих людей эта система ценностей нарушена. Когда я начинаю людей спрашивать, кого вы любите, кто самый главный человек в вашей жизни. Там все кто угодно, только не он сам. Там мама, там папа, там ребенок. У кого-то собачка или кошечка, есть даже такое. Или работа у человека. А работа должна вообще после всех людей быть в системе ценностей именно. Когда у человека главный в центре он, то у него смысл жизни не теряется, ни когда уходит муж, ни в каких-то других случаях. Это такой сложный и такой крутой, самый главный признак. То есть, если вы развелись, но вы у себя главный, ваша жизнь не закончилась, ваша жизнь больше даже, чем самая большая любовь в вашей жизни к другому человеку. Девчонки, очень сложно и очень просто одновременно. Понятно, что мы говорим про взрослого, сепарировавшегося от человека. Ты уже произнесла эти принципы, когда ты не в угоду родителям, не чтобы им доказать, а действуешь из собственного желания, ощущения, да, я так хочу, мне это нравится. Разрешение у родителей мы не спрашиваем, но я знаю, что ты важное внимание уделяешь благословению родителя. В чем разница разрешения от родителя и его благословения, и нужно ли это делать, в каких случаях? Испокон веков родители благословляли на брак, например, на что-то еще. Но мы к этому относимся как-то так, как к ритуалу, который не имеет значения. Пережиток какой-то, да. Да, так нужно делать. На самом деле благословение это благое слово от родителя. Это, в принципе, то, что нам дает силу. Это поддержка, которую можно прийти и просто попросить. Простыми словами. Ты приходишь и говоришь, мне нужна твоя поддержка в виде слова. То есть не нужно меня учить, не нужно мне говорить, как мне нужно поступить. Я вот собираюсь сделать это. Скажи мне что-то хорошее, да, напутственное. И тебе родитель просто говорит, у тебя все получится, я в тебя верю. И вот это и есть благословение и благое слово от родителя, которое дает огромнейшую силу. В роду, на самом деле, в наших корнях очень много сил. И человек, не принимающий свой род, своих родителей, у него нет корней. Поэтому это очень важно. Если этого, опять же, нет, если у вас такой родитель, к которому не достучаться, значит, принимайте и это тоже. Слово «личные границы» оно уже почти рукательным становится, потому что все про это говорят. Понимаешь, уже и на ногу человеку случайно наступить нельзя, ты нарушил его личные границы. Есть ли правильные, грамотные способы выстраивания личных границ с родителями? То есть то, что они необходимы, это аксиома, правильно? Мы тут даже не будем рассуждать. Как выстроить границы со своими любимыми родителями, которых ты выбрал сам, которых ты полностью принимаешь? Границы. И где они находятся. Опять же, это то, чего не видно, но они есть. Вот тут вопрос. В плане физики видно. У тебя есть тело, которое тебе может быть ок, когда тебя трогают, или не ок. Когда тебя кто-то... Есть люди, которые не любят обниматься, например. Совершенно точно. И они абсолютно не обязаны ни с кем обниматься. Это их дело и их личные границы. И в плане тела это понятно. Но могу сказать, что многие не ощущают личных границ и в плане тела. Здесь в моментах воспитания эти личные границы не соблюдались. Родителям в том числе, когда родитель считал, что он может ребенка схватить, как он хочет. И вопросы здесь физических наказаний тоже у детей присутствуют в наше время. В комнату без стука входить, например, к ребенку-подростку тоже многие родители считают нормой. Или даже не подростку. Но это же его комната. И он там может сказать, я через пять минут тебе открою дверь. Он же может это сделать. В здоровой семье, да. Супер. Но там, где у родителя, у самого нет личных границ, он не ощущает и чужие. И так вот, с чего нужно начинать? Во-первых, понять, что же для тебя личные границы. А для этого можно взять, опять же, листочек и расписать, что для тебя приемлемо, а что нет. Если в разрезе родителей брать, можно ли к тебе домой приезжать без предупреждения? И здесь вот это можно мы отбираем по критерию, мне это нравится или не нравится. Вопрос личных границ это когда тебе нравится, как рядом с тобой себя люди проявляют. И в этот момент они тебя задевают или нет. Взять просто и выписать для себя, что тебе нравится в проявлениях родителей, что ты допускаешь, а что не нравится. Есть такая техника, как светофор, там причем три градации. Зеленые это то, что ты абсолютно допускаешь, то есть нормально, если мама придет и приготовит что-то на моей кухне. Мне нормально, если она придет, сделав это без предупреждения, не согласовав со мной. И это уже там в красной. Ты это доносишь родителям, но опять же с позиции любви. И говоря я сообщениями, что очень важно. Почему нам очень трудно зачастую общаться с другими людьми, потому что у нас же опять же не научили общаться. Чаще всего, если тебе что-то не нравится, ты начинаешь тыкать человека. Ты пришла. Ты такой, ты вот это сделал, не говоря абсолютно ничего о себе. Человек слышит только я плохой, я это сделал, и начинается, ах, я плохой, и пошел. И вот отсюда рождаются скандалы. Для того, чтобы этого не было, нужно говорить я сообщениями, говоря о своих чувствах. Мне не нравится, когда ты делаешь так. Я бы хотела, чтобы делали вот так. И здесь человек уже начинает слышать про тебя, не искать, где ты там его тыкнул опять в этом сообщении, для того, чтобы защититься. То есть, когда человек слышит про себя что-то плохое, у него естественная реакция выпустить шипы и защититься. Самое главное, когда вы примете решение выстраивать границы, дать себе время идти маленькими шагами. И в этом плане я могу сказать, это про любое свое развитие, в любом направлении разрешать себе двигаться маленькими шагами и не ругать себя за то, что у тебя пока еще не получается, пока еще ты делаешь по-старому. И когда ты к людям стороной поворачиваешься своей, не защитной, а показывай себя и так как бы обнажая себя, говоря о своих чувствах, он начинает к тебе проникаться. Это очень важно. Сейчас классная техника светофора. То есть, понятно, желтый, зеленый, красный. Красный – это абсолютное табу. Желтый – в зависимости от. Зеленый – то, что я легко принимаю, понимаю и более того, мне это может нравиться. И с позиции «я» сообщения ваша взрослая ответственность донести это до родителей. Потому что, если вы на листочек выписали, вы знаете, что это не подходит, а мама или папа не знают и продолжают так делать. Спасибо огромное тебе за это разрешение делать маленькими шагами. А теперь вопрос, который волнует, я уверена, абсолютно всех родителей. Сейчас я уже к нам обращаюсь, к нашему поколению, те, кто уже сами стали родителями. как принять в детях те черты, и почему мы их не принимаем сразу под спудом, которые нас не просто не устраивают, раздражают иногда. И это есть. Мы за кадром с девчонками, с редакторами, все взрослые говорили, то ребенок медлительный, то ребенок, наоборот, гиперактивный, хулиганистый, все что угодно. О чем это говорит, как это победить? Это говорит опять же о непринятии этого ребенка, о том, что ты не такой, как я хотела бы. Идет борьба. Здесь тяжело, на самом деле, и родителю, и ребенку, потому что ребенок, видя эту борьбу, и это сопротивление тому, какой он есть, он начинает это увеличивать. То есть там, где у нас борьба, там у нас еще больше сопротивления с той стороны идет. Для начала это нужно отслеживать. И опять же, не ругать себя. Потому что я тоже мама, у меня тоже такое есть, случается всякое. Но когда ты это отслеживаешь, когда ты это видишь, важно задать вопрос себе. Эмоции-то возникают у меня, этого ребенка. Почему я так реагирую? Почему меня так это раздражает? И уходим в себя, опять же, отстаем от ребенка и начинаем работать с собой, задаем вопросы себе. Я сама мама, у меня двое сыновей, и я уже говорила ранее, что старший сын мне сказал, ты идеальная, дав мне тем самым понять, что ему никогда не достигнуть моей идеальности, он все время будет какой-то не такой. И я после этого начала задумываться. Во-первых, нужно научиться слышать своих детей, не думая, что они какие-то глупые. На самом деле, сейчас приходят очень осознанные дети, это такой домашний, личный, ежедневный тренинг личностного роста. Потому что дети заставляют о многом задуматься, в первую очередь, о себе. Важно показывать ребенку, что ты можешь совершать ошибки, что ты не идеальная. И позволять ему совершать ошибки. И у меня были моменты еще с младшим сыном, он очень медлительно, очень долго собирается в сад. И я начинаю злиться, мне нужно срочно, мне нужно быстрее. Хотя потом выясняется, я его отвела, мы никуда и не спешили. Это какая-то моя привычка все время спешить. И именно это он мне и показывал. А мне сегодня не надо никуда, но я уже по привычке на него злюсь, потому что я вечно куда-то спешащая мама была. И он мне это очень ярко показал. Еще плюсом, дети могут показывать то, что им не хватает вашего внимания. элементарного. Если ребенок себя ведет совсем плохо, нужно подумать, а сколько ему внимания уделили. Бывает, что маме кажется, что внимания уделила уже достаточно много, но оно было не концентрированное. Мама могла проводить с ребенком время, но при этом не быть с ним в контакте. Важно очень концентрированно проводить с ребенком время для того, чтобы ему было достаточно этих обнимашек, этих разговоров, интересоваться, чем он занимается. Совершенно же очевидно. Конечно, мы все время хотим от этого уйти. Если ваш ребенок хулиганит или там обзывается на людей, он может делать деструктивные вещи, очевидно, такие хулиганские поступки, ну, конечно, привлекает внимание. Обрати на меня внимание, как еще тебе просигнализировать. И причем, внимание, понятно, что ты мог и машинку купить, и на все кружки секции его записать, и даже с ним номинально поговорить, как у тебя дела в школе, нормально. Он может даже и за двери не ответить, а он жаждет этого разговора. Все так и есть. Мы все все знаем в теории, на практике внедрять очень сложно. Я благодарна тебе за то, что ты поделилась вот это трудно же наставнику, коучу, человеку, который ведет за собой людей, рассказывать о своих ошибках, когда ты увидела, что ты для ребенка в какой-то момент встала на пьедестал, мама, ты идеальна, то есть, а я не такой, я не буду соответствовать, ну, и не бояться ошибаться. Просто проговаривать с ребенком, ты знаешь, вот у меня сегодня это не получилось, попробую еще раз, чтобы он увидел, что мама тоже ошибается. Ведь люди же очень этого боятся. Ты что, с мамой споришь? Мама же самый главный авторитет. Очень важно спуститься к реальности. Да, и очень важно, если все-таки в отношениях с ребенком произошло что-то, что, ну, не очень корректно для родителя, не очень по-взрослому, так скажем. Где-то, может быть, накричали, повысили голос, были несправедливы. Очень важно потом подойти к ребенку и сказать, что причиной такого поведения был не он. Потому что ребенок это себе записывает. Я причину того, что мама сейчас кричала, а мама, может быть, устала. И вот это вот его там крик или еще что-то, что он делал, было последним вот этим вот щелчком, и она сорвалась. И важно ребенку донести, что причина не в нем, а причина в том, как мама реагирует. Это первое, с чего нужно начинать, когда ты не умеешь вовремя там остановиться, по-другому среагировать, еще не знаешь, как поменять свое поведение. И важно признавать свои ошибки, таким образом ты показываешь, что ты не идеальная, и ребенок в этот момент больше начинает принимать себя. Все совершают ошибки, и точнее, обретают опыт свой. Это просто опыт, из которого ты делаешь какой-то вывод. Все. Все мы не идеальные, но очень опытные. Девчонки, именно так. Ты приготовила шикарный подарок для наших зрителей. В описании к этому видео есть ссылка. Это медитация по принятию родителей, потому что я акцентирую всегда ваше внимание на том, мы не просто разговариваем, но даем вам инструменты. В описании к этому видео ссылка, медитация, пользуйтесь. Пожалуйста, отправляйте тем, кому она также может понадобиться. Щедро делитесь. У нас есть вопрос в этом выпуске, который тоже может подсветить многие вещи для наших зрителей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, за что вы не принимаете своих родителей, в чем бы вам хотелось их изменить, и за что вы на них обижаетесь. Давайте отнесемся к этому как к терапевтической практике. В данном случае бумага все стерпит, и электронная бумага тоже. И у нас есть отличный приз, это как раз программа принятия родителей. Это будет розыгрыш, я уверена, что комментариев будет много, поэтому мы рандомным способом, и я обращаю ваше внимание, что спустя 10 дней после выхода этого выпуска возвращайтесь в комментарии, смотрите в закрепленном сообщении, мы обязательно обозначим имя победителя, чтобы вы точно получили этот жизненно важный, смыслообразующий приз, еще благодарю тебя за одну очень важную вещь, когда ты расставила вот эти приоритеты. И мы в наших выпусках идем точно так же. Начинаем с себя, далее любимый человек, ваш партнер, далее дети, и потом родители. Мы помним, что ни в коем случае не нужно это перепутывать, переплетать, и смещать акценты. И не можем не поговорить, предлагаю в следующем выпуске как раз про отношения с партнером, с любимым мужчиной, чтобы эти отношения были ни из боли, ни из травмы, не закрыть свою зияющую дыру, а два полноценных, красивых, любящих человека для создания чего-то большего и лучшего. Звучит, как нереалистичный женский роман, но так на практике бывает, об этом поговорим в следующем выпуске. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok